Его называют легендой Нижнего Новгорода, а всё потому, что именно Липа Грузман открыл там первую синагогу в 1991 году. Времена были тяжёлые, поэтому поступок для еврейского народа был не просто важным, а героическим. Писатель и художник-примитивист, творчество в нём было заложено всегда. Большую роль сыграл иудаизм. Сейчас творец проживает в Иерусалиме. В Одинцовской библиотеке номер один выставка его картин продлится всего пять дней. Тот удивительный взгляд на жизнь, который транслирует Липа, его абсолютно беспрекословное и где-то детское, где-то наивное следование своей вере отражается и в его писательском творчестве, и в художественном, возобразительном творчестве. Невероятно интересно погрузиться в мир этого конкретного человека. Писать картины Липа начал в 60 лет. Всё началось с книги «Еврейские тетради», которую писателю нужно было проиллюстрировать. Без всякого опыта он принялся рисовать. С тех пор с кистью на «ты». Если душа лежит, если у тебя получается, будет всё хорошо. Значит, я проиллюстрировал третий том, потом четвёртый, пятый, и вот сейчас шестой том у меня на выходе тоже. Торжественное открытие выставки посетили как любители, так и профессионалы в области искусства. Много цвета в его картинах. Но я хотела бы сказать, что, чтобы узнать его более подробно, я бы хотела больше, чтобы было картин. Тогда будет видно его внутреннее душевное состояние. На сегодня в России у Липы Грузмана представлено 150 работ. В первой Одинцовской библиотеке лишь малая часть коллекции. При этом творчество для еврейского творца – это вся жизнь. Эмилия Аркелян, Ферид Харидинов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова